Девушка несла на руках больную собаку, шепча ей, что все будет хорошо. Татьяна Селезнева до сих пор теряется в догадках. Это я нашла свою собаку или она меня? Пытается понять девушка. Не так давно Таня потеряла лучшего друга. Ее любимая собака по кличке Милочка ушла на радугу. Для семьи это стало огромным потрясением. Людям очень хотелось спасти и приютить другую питомицу, но почему-то не получалось, но в один миг все изменилось. С момента смерти Милы прошло три месяца, а однажды в социальных сетях появилось видео о больной собаке. Сын сразу сказал Татьяне, что малышка очень похожа на покойную питомицу и они просто обязаны приютить ее. Девушка с ребенком несла собаку домой на руках, шепчая ей ласковые слова и обещая, что все непременно будет хорошо. Там питомицу осторожно искупали и накормили. Удивительно, но малышка ни разу не сходила в туалет в жилье, было очевидно, что она приучена к выгулу. Рассматривая животное, мальчик с мамой заметили шрам в ухе, который появился, скорее всего, от чипа, который кто-то вытащил, а затем выгнал бедняжку прочь. Но в группах помощи в социальных сетях кроху никто не искал. На семейном совете было решено назвать собаку Милой, питомице на тот момент было около года. Наталья даже не думала о породе, ей это было абсолютно безразлично. А позже выяснилось, что малышка все-таки породистая. Теперь у Наташи живет короткошерстная бордер-колли, и эту информацию подтвердили в питомнике. Поскольку у собаки небольшая грыжа в пупке, от нее, скорее всего, отказались недобросовестные заводчики или владельцы, не захотев лечить животное. Наташа с сыном души не чают в собаке и говорят, что никогда и никому ее не отдадут. С момента ее появления в доме прошел всего месяц, а новым хозяевам кажется, что они знакомы с любимицей целую жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.